Всем привет! Не забудь подписаться. Патроны 308 и 3006 по своим характеристикам, очень схожи, но имеют ряд интересных особенностей. Именно поэтому постоянно происходят споры, какой патрон лучше. Ожесточенность этих споров показывает, что прямого и точного ответа на вопрос нет, а почему так давайте разбираться. Какие аргументы обычно высказывают стороны в споре, 308 против 3006. Учитывая большую вместимость гильзы, пулю 3006 можно разогнать на большую скорость, а сама пуля при этом может быть тяжелее. Эта скорость дает небольшое преимущество, реализуемое в основном на больших дистанциях. Кроме того, больший размер гильзы позволяет калибру 3006 использовать более длинные пули. С появлением 308, с тех пор, как он начал свою жизнь, с патрона НАТО практические доказательства того, что 308 является более точным, хотя некоторые современные практики, владеющие 3006, спорят об этом и считают, что 3006 лучше работает на больших дальностях, а 308 на средних. Некий компромисс, чтобы никому не было обидно. Несмотря на недавний успех не до 30-ки, 6,5 Кридмур и всяких 243, наши охотники и стрелки все еще верны 30-м калибрам. Заменить старый, до американцев Бры 30-й калибр, во всех его чудесных формах просто невозможно, ведь это у 308 и 3006, у нас к ним прибавляются еще 7,62 на 54 и 7,62 на 39. Хотя если говорить о всемогущих 30-ках, то надо иметь в виду два патрона, почтенный 308 Винчестер и культовый 36 Спрингфилд. Безусловно это самые популярные варианты, распространенные повсеместно. Возможно они отстают только от 22 ЛР и 7,62 на 39 по количеству патронов, выпущенных в мире за последние 70 лет. Но у винтовок 30-го калибра Винчестер и Спрингфилд есть особенности. Они почти близнецы. Почти. Да, патроны во многом схожи, но спор 308 против 3006 не совсем корректен. Когда дело доходит до некоторых нишевых соображений, то одним стрелкам может понравиться то, что для других ничего вообще не значит. Прежде чем углубляться в особенности 308 против 3006, было бы целесообразно коснуться предыстории обоих патронов. Как и многое другое в мире огнестрельного оружия, происхождение 30-го калибра начинается с военной службы. Отличительной чертой патронов 30-го калибра является размер гильзы. Военные беспокоились о длине Спрингфилд в основном, по причинам стоимости и материально-технического обеспечения. По их предположению, чем короче патрон, тем меньше затворная группа. Меньше винтовка, меньше материалов на ее изготовление, и как следствие, экономим деньги и вес. Это не совсем так по крайней мере, с М-14, это была теория. Кроме того были аргументы в пользу того, что военные могут поместить больше патронов калибра 308 в ящики для боеприпасов, чтобы получить больше боеприпасов для солдат. Действительно, 3006 имеет более длинный корпус, его размеры составляют 2,48 дюйма против 2,15 дюйма, у 308-го. Хотя это в некоторой степени влияет на винтовки, предназначенные для них, мы еще вернемся к этому, это также играет роль в емкости пороха. Когда дело доходит до заводских боеприпасов, обычно нет явного победителя в обсуждении. 308 против. 3006. Конечно, производители боеприпасов пользуются преимуществом более просторного гильзы. 3006, но в целом это дает прибавку к увеличению начальной скорости пули на 100-150 футов в секунду. Возьмем, к примеру, патроны Federal Premium Gold Medal на 168 гран для обоих патронов. 3006, опережает 308-го всего на 50 футов, в секунду на дульной части, 2700 футов в секунду, против 2650 футов в секунду, то есть совсем не уступает. Учитывая, что оба стреляют, одним и тем же 168-мигранным полым наконечником Сира Мэчкинг, результаты на дальности должны быть идентичными. Довольно обычное дело с большинством стандартных боеприпасов. На самосборных патронах дела обстоят несколько иначе. В крайнем случае вы можете выжать из патрона 3006 больше, когда вы сами его собираете. Потенциально опытный релоудер может добиться выигрыша, примерно на 200 футов в секунду, 300 футов в секунду на предельных навесках, больше от Springfield, чем 308, используя все преимущества емкости гильзы. Даже на умеренно больших дистанциях, 500 ярдов и дальше, дополнительная скорость имеет значение, сглаживая траекторию 3006. Этот аспект обсуждения непрост. Начиная с 1960-х годов, 308 Винчестер доминировал в соревновательной стрельбе, свергнув 3006 в матчах с высокоточной винтовкой. С тех пор стрелки сообщали о размере группы, 308, сокращая вдвое, что в конечном итоге, вынудила НРА уменьшить размер мишени в матчах, с мощными винтовками, чтобы избежать споров между стрелками. Хорошее доказательство того, что приземистый калибр 30, имеет больший потенциал точности, хотя почему, не совсем ясно. Стрелки считают 308 более точным, из-за эффективной формы корпуса и большей жесткости. Итак, Винчестер намного точнее. Современные матчевые стрелки очистили. 3006 отпыли и получили другие результаты. Соревновательный стрелок Герман Салазар провел двухлетний анализ. 308. 3006 с подобранной парой винтовок Джилк и Сэкшн с патронами, подобранными для каждой винтовки. Сравнивая результаты своих соревнований, он пришел к интересным выводам. На средних дистанциях, от 500 до 600 ярдов, 308 имел небольшое преимущество. На дальних дистанциях 3006 оказался лучше. Взгляд Салазара на превосходные характеристики шестерки, отражает наш разговор о вместимости корпуса. Чем больше пороха, тем больше скорость, что означает большую дальность. Маловероятно, что эти аргументы поколеблют приверженцев любого из патронов, учитывая, что 308 и 3006 вызывают у некоторых, почти религиозную преданность. Остальные могут найти утешение в следующем, оба патрона очень точны, поэтому они способны поразить цель, более чем на 1000 ярдов из правильной винтовки. Имеют ли смысл многолетние споры, 308 против 3006, и должны ли они продолжаться? С одной стороны, нет. Среднестатистическому стрелку, ищущему первоклассный охотничий патрон для защиты от опасности, и добычи любой дичи, или потенциального выхода на расстояние до 1000 ярдов, подойдет любой из них 30-го калибра. С другой стороны, да, обсуждение имеет значение. Не перечисляя преимуществ и недостатков каждого патрона, стрелки могут не заметить тот факт, что 3006 предлагает, немного большую универсальность перезаряжания или 308, больше возможностей в полуавтоматических винтовках. Эти моменты необходимы некоторых людей и заслуживают внимания.